Здравствуйте, в студии Вадислав Юрицын и у нас очередной выпуск Восточного Ревью со стыковедом Александром Князевым. Добрый день. Здравствуйте. В прошедшие выходные состоялись выборы президента Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедова. Как, на ваш взгляд, они прошли? Прошли они на подъеме, как, собственно, предполагалось. По предварительным данным, получено 97% голосов. Не знаю, какая там явка. То есть, результаты зашкаливающие. В соцсетях, по ходу, когда уже шли выборы, возникла шутка, что поскольку подавляющее большинство населения Туркменистана поддерживает действующего лидера нации Аркадага Гурбангулы Бердемухамедова, то логично на избирательном участке поставить урны для голосования за Бердемухамедова, а для тех отщепенцев туркменского народа, которые хотели бы проголосовать против, поставить урны непосредственно в районных областных отделениях Министерства национальной безопасности, чтобы сразу по адресу шли. Но это шутки. На самом деле, ситуация в Туркмении сложная. И то, что выборы прошли вроде бы без каких-то потрясений и конфликтных вообще ситуаций, это, наверное, хорошо. Хороший мир всегда лучше любой войны. Тем не менее, это не снимает существующих перед Туркменией и все более обостряющихся проблем. Прежде всего, в социально-экономической сфере. Насчет проблемы Туркмении. Потому что, по крайней мере, в 90-е годы, так скажем так, массовое явление имел такой феномен, что все думали, что в Туркмении бесплатный газ, бесплатный бензин, бесплатный ЖКХ. И в этой связи, скажем, насколько это соответствует реальности? Ну, Туркмения достаточно закрыта. Я думаю, что и сейчас подавляющее большинство людей, услышав однажды, так тезисно, о том, что граждане Туркменистана бесплатно получают коммунальные услуги, газ, бесплатный или дешевый бензин, я думаю, что подавляющее большинство людей в Казахстане, в России, еще где-то, продолжают так же и думать. Все это в прошлом, все это давно закончилось. Сегодня реальностью является, например, пока не преодоленный, начавшийся в конце прошлого года, и пока не преодоленный продовольственный кризис. Дело в том, что Туркмения сама не производит подавляющего большинства требуемых продовольственных товаров. Почти все закупается, много покупается в России, в Казахстане, на Украине. Многие товары, первая необходимость, речь не идет о масла, речь не идет о деликатесах. И в Туркмении сегодня действует карточная система на целый ряд продуктов первой необходимости. Идет очень бешеная инфляция туркменского моната, особенно начиная с осени, с сентября прошлого года. Где-то к декабрю прошлого года финансово-валютный кризис достиг апогея. Продовольственный кризис был, собственно, во многом порожден им, поскольку отсутствие свободной конвертации моната и падение курса моната к доллару, оно привело к тому, что те импортеры, кто завозил продовольственные товары из-за пределов Туркменистана, они оказались без необходимых оборотных долларовых валютных средств. И в ноябре по просьбе Берду Мухаммедова состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, где он просил по такой инсайдерской информации порядка 5 миллиардов кредита. Было обсудлено ряд вопросов взаимных отношений, информации тоже очень мало, но какие-то деньги он получил, потому что сразу по возвращении Берду Мухаммедова из Сочи было открыто окно возможностей для конвертации денег для импортеров продовольствия, был снижен немножечко накал этого продовольственного кризиса, но ситуация пока остается беспокойной. А вот эти сказки про бесплатный бензин, про бесплатные коммунальные услуги, про бесплатный газ, ну это было когда-то таким популистским ходом еще первого президента Абминистана Сапрамурата Ниязова. Это все много лет назад прекратилось, плавненько, поэтапненько, без особой рекламации. Поэтому вот этот пример, он подчеркивает деформированность современного информационного мира. То есть большинству людей, ведь на самом деле, где-нибудь там, я не знаю, в Усть-Каменогорске, не сильно интересно, как живут граждане Туркменистана. Вот они выхватили когда-то то, что их было пикантным выглядело, интересным для их сознания. Ах, бесплатные коммунальные услуги, ах, бесплатный газ. Дальше люди не интересуются Туркменистаном, у них это остается в сознании, это обрастает какими-то там интерпретациями. А ситуация давно поменялась, и ситуация очень тревожная. Ну, на Пашеченеле поменялась еще одна ситуация. Появился рейс Душанбе-Ташкент, которого не было, наверное, все лет 25 лет. Это, скажем так, важный сигнал к потеплению двусторонних отношений. Ну, кое-где уже вот в журналистских материалах по поводу этого рейса, который состоялся, ему присвоили эпитет исторический. Я думаю, что значимость, как исторического события, любому событию, ну, кстати, это и к людям относится, дает только время, да, когда это остается в истории. Поэтому, кстати сказать, в публикациях кто-то это писал совершенно искренний исторический рейс, кто-то ставил в кавычки, внося некоторый элемент иронии. Ну, как символ, да. Как символ, да. Есть сейчас официальная информация с обеих сторон, из Ташкента, из Душанбе, о том, что с 20 февраля, это буквально на днях, будет регулярный рейс выполняться таджикской авиакомпанией «Самонэйр» один раз в неделю и в летний период два раза в неделю. И узбекистанская, узбекистан-хауэллари авиакомпания тоже обещает через какое-то время, в течение текущего года свои рейсы ввести по этому маршруту. Вот. Ну, пока рейс достаточно дорогой. Стоимость билета, если верить сообщениям СМИ, составляет по реальному курсу доллара в Таджикистане около двух сотен долларов, при том, что полетное время около 40 минут, то есть расстояние очень мизерное. И это очень дорого, на самом деле. Вот. Но я думаю, что в любом случае это хорошо, то, что вот эта проблема решена. Она, конечно, не для всех людей, но тем не менее. Но остаются другие проблемы. Остается нерешенная проблема строительства Рагунской ГЭС. Она пока зашла в тупик, обе стороны работают. Но здесь упирается в политизацию этого проекта с таджикской стороны, на мой взгляд, в чрезмерную политизацию. И вне... То есть это таджикистан превратилось в идеологический символ? Это идеологический символ, это национальная идея и так далее. И таджикская сторона не хочет идти на уступки технологического характера и логистического характера, которые, может быть, были бы восприняты узбекской стороной. Но в Узбекистане тоже уже вот стереотип какой-то в сознании чиновников, видимо, он заложился. Только нет, да? Только отказ от этого строительства и все. Поэтому здесь необходимо какое-то время, может быть, чтобы люди перестроили образ мышления свой, да? И как-то нашли не такие простые, черно-белые подходы, да? А вот более гибкие, более сложные подходы к решению этой проблемы. Ну и, наверное, будут решаться тогда и другие проблемы, такие как существование визового режима для граждан Таджикистана в Узбекистане. Ну, взаимно. Вот. Как сложность пересечения границ, как транспортная блокада со стороны Узбекистана. Факт, транспортная блокада, это можно рассматривать авиацию как начало ее снятия? Или там еще вопрос открытый? Я думаю, что, наверное, нет. Это можно рассматривать отдельно, потому что авиация, даже если билеты подешевеют, предположим, в любом случае, авиация, это не движитель экономики. И это не средство массового перемещения людей. В Таджикистане, по скромным подсчетам, не меньше миллиона человек имеют достаточно близких родственников в Узбекистане. И я думаю, что вот эти сотни тысяч, как минимум, людей, ну, малая часть из них в состоянии летать самолетом. Для них проще в приграничных районах, предположим, каких-то Узбекистана, да, там, из Пинжикента в Самаркан, например, где очень много родственных связей, да, проще доехать пару часов на машине, чем лететь через Ташкент и там еще ехать. Да, то есть необходимы автомобильные и железнодорожные какие-то либеральные подвижки в этом вопросе. Ну, кстати сказать, в любом случае, для экономики авиация, это тоже ведь не средство перемещения товаров, это дорого. Поэтому, кстати, в самом Узбекистане существует некая такая стратегия внутренняя по развитию внутренней сети железных дорог и по выходам внешним. Вот. И я думаю, что вот это то направление, которое покажет интенсивность, если будет развитие в этом направлении, оно должно показать реально потепление отношений. Потепление есть, но насколько оно глубоко зайдет, это пока еще вопрос. А вот в плане железнодорожного строительства, помните, одно время были очень, скажем так, широко разрекламированы, ну, что можно сесть в Пекине, в железнодорожный вагон, и выйти в Тегеране. Сейчас это возможно? Существует несколько проектов, вообще их на самом деле огромное разнообразие, есть проекты, которые изначально мифологичны, есть те проекты, которые могут быть реализованы, но непросто, это непросто провести линию на карте, в каждой стороне своя ситуация, в каждой стороне свои интересы, иногда, Своя даже ширина, которые иногда, бездорожные колеи, Ну, это само собой технологически, это не самое сложное, кстати, решаемое. Ну, вот для Узбекистана, например, существует, помимо традиционного выхода на мировые рынки, а Узбекистану есть, чтобы возить на мировые рынки через Казахстан и Россию, существует потребность в развитии коридоров на китайском направлении и на иранском направлении с выходом на Аманский-Персидский залив. Что касается китайского направления, там тормозится неопределенностью госструктур властей Киргизии, через территорию юга которой должна пойти китайская узбекская железная дорога. Этот проект тянется много лет, и пока, учитывая внутриполитическую ситуацию в Киргизии, выборы, смены правительств, там этот вопрос пока никак не решается. Что касается южного и юго-западного коридора, то он несколько лет назад был, по нему есть ряд соглашений, четырехсторонних, это Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман. Но в последнее время реализация этого проекта очень сильно тормозится туркменской стороной. Выполняя, как я думаю, политический заказ западных партнеров своих, Туркмения очень, на протяжении трех-четырех месяцев очень резко испортила отношения с Ираном. Сначала, в конце прошлого года, туркменская сторона начала без объяснений тормозить прохождение иранского автотранспорта, товарного, через свою территорию на границе, не пропуская просто-напросто иранские машины. Потом, буквально в дни Нового года, также без объяснения причин, Туркменистан прекратил поставки газа в Иран. По газу шли длительные переговоры. И вот к настоящему моменту с газом, например, ситуация достигла такого состояния, когда Туркменистан предлагает поставки в два раза больше ранее обговаривавшихся объемов, а иранская сторона, уже успев поменять внутреннюю газовую инфраструктуру, и все-таки это же один из крупнейших в мире производителей, намного более способный, чем Туркменистан, они сумели поменять внутреннюю структуру, и сегодня они просто отказываются от туркменских поставок. Переговоры, правда, идут. А вопрос, где здесь выгода Туркменистана ссориться с Ираном, с таким мощным соседом? Это политический заказ, здесь нужно еще подумать. И вот, учитывая эту ситуацию, на прошедшей неделе вопрос о строительстве другого маршрута этой дороги обсуждался в числе других во время встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулла Азиза Камилова с его афганским коллегой с Аллахудином Раббани. Речь идет о строительстве железной дороги Мазари-Шериф-Герат. Я напомню, что единственная работающая в Афганистане железная дорога из Термеза Харатан Мазари-Шериф, она построена и обслуживается силами узбекской железнодорожной компании Узбекистана Тимир-Юлари. И сейчас Узбекистан предлагает от Мазари-Шерифа построить ветку до Герата на запад страны с выходом на Иран и далее уже в обход территории Туркмении. Чтобы быть уже полностью сразу к сторонам посмотреть, существует проект в обход территории Узбекистана, например, существует проект железной дороги Туркменистана, Афганистан, Таджикистан, предусматривающий обход узбекской территории. Это к вопросу о разнообразии. Но какое из них состоится, покажет время. Большое спасибо. На гостях был Александр Князев. До свидания. До свидания. Продолжение следует...